Юность армейская, юность служивая. Нет-нет, исколыхнет память образами друзей-сослуживцев, яркими картинками дней давно минувших. Известному художнику Николаю Мухину служить пришлось в железнодорожных войсках Ярославля. Учебка располагалась как раз в Вознесенских казармах, где мы встретились уже в наши дни. Именно профессия спасала от армейских не всегда погожих будней. Всем нужно было дембель и всем нужны были эти дембельские альбомы. Я круглосуточно сидел рисовал. Фотографию приклеить красивую, какую-нибудь там звезду победы, какую-нибудь ленточку красивую, из кефирной фольги какую-нибудь звездочку вырезать, приклеить. Кто-то хотел, чтобы бархатом было. Вот чтобы бархатом и все. Я говорю, да где же эти бархаты твои? Всем почему-то нужны были охотники на привале. Я так запарился их рисовать, что я покупал репродукции такие вот размеры и по ним уже гуашь и темпер рисовал, потому что я уже не успевал этот поток снабжать всех этими охотниками. Вот на все. А что ты так его рисуешь? Давай побольше. Я говорю, нет, не могу, у меня времени нет побольше. А поменьше тоже не могу. Ну ладно, все равно хорошо. Рисовал вот тут, у вас были трубы, а их срезали там. Вот командир батальон сказал, что здесь трубы какие-то дурацкие? Вот что ты сделал? Березу что ли сделал? Я вот к трубам привязывался к веточке, замаскировал их, написал березы из них. Вот такой задник написал, такая березовая роща. Вот, когда все зашли, так он был поощрен тремя днями увольнительных за это. Я был пулеметчиком. Почему-то здесь в батальоне по наследству передавали пулемет художникам. Вот один художник увольнялся, другой приходил, ему давали пулемет. Так вот я застал пулемет Максим. Представляете? Да. Он был месяца три, но мне по тревоге нас, мы должны были бежать туда за Волгу и два человека там, один тащит этот вот станину колеса, другой с этой трубой. Вот я с этой трубой. Это каравол отсюда до Шевелюхи 9 километров. Это надо было бежать через мост, это когда ты не сильно спортивный, это застрелиться проще. Рапорщик у нас был чудесный человек, я не знаю, жив ли он здоров, дай бог ему здоров, если жив. Он к нам снисходительно относился, там писарь, столер, художник, блатные люди, которые ему там что-то делали в роте. Я подписывал там все, тряпки 6 штук, швабры 4, там, этих 7, там, то есть все было сделано. То есть как меня наказывать нельзя по сути, то есть можно так пожурить. И я с книжкой, и я ее так держал здесь за ремнем, чтобы не видно было, а он увидел книжку, ее так у меня достал. И так все стоят бойца, и он так, я вижу, что он думает, как бы сказать так, чтобы это, ну, как бы и наказать, и в то же время он как-то так. Говорит, да, он говорит, а вы рядовой Мохин, утонченная сволочь. Год призыва Андрея Палачева 1988. Его на прочность испытывал суровый Дальний Восток. Всю жизнь мечтал служить в десантных войсках, но из-за роста не взяли, попал служить в авиацию на Дальний Восток, в Приморский край. Два года на большом топливозаправщике, как вот татушки поют, нас не догонят, вот на таком крае. Мечта как бы осталась служить в спецподразделениях. И потом, через некоторое время уже остался служить в городе Владивостоке. И служил в ОМОНе, Дальний Восток, север Приморского края, поселок Чугуевка. То есть снегу насыпало много, и температура зимой была минус 40, минус 50 градусов. Чтобы вылезти из машины, приходилось завязывать шапку полностью, одевать рукавицы. Двумя руками открывал дверь, потому что дверь могло вырвать. Вот такие ветра как бы. Я помню, что у нас туалет был на улице. И вот когда выбегал у нас рот, это порядка 160 человек утром. Для того, чтобы побегать, это каждое утро мы как бы бегали. Ну, пробежать зимой в туалет, ну, в течение, может быть, 5-10 минут. Туалет свободен. Желающих посидеть, покурить, почитать газеты свежие никогда не было. Одна большая казарма, один большой телевизор на всех, рекорд, который пассатижами там, ну, кто видел рекорды, помнит. Вот, одна программа, вечером программа, время. Все, отбой, подъем. Был золотым духом единственным на аэродроме. У меня отбой был в 2 часа ночи, в 4 утра подъем. То есть я спал по 2 часа, ну, 3 часа. Вот, иногда там показывают приколы, что руки там к кардану привязывают. Я загонял свой краз в бокс, там спереди 2 метра жизни. А что, я метр с кепкой? Я лягу спереди на утеплитель, сплю, у меня все бегают, ищут. Потому что заправок никаких не было. Заправляла каждое утро всем дедушкам ручным насосом машины. По 60 машин каждое утро заправляла. Вот я посплю днем, день, 2-3 часа. Я приду, там мне отцовских лещей пропишут, а мне наплевать. Главное, я выспался днем. Я один раз попался своему комбату, решил задом поездить на этом кразе. Получил трое суток нарядов вне очереди и благодарность в том, что лучший водитель. Потому что с полуприцепом как бы задом ездить, ну, достаточно тяжело. Даже когда вот на фотографии, если посмотреть в армии, служил в авиации, в авиации тельняшки как бы нету. Я всегда ходил в тельняшке. Где находил, тогда ни магазинов, толком вид не было, ничего. Ротный ловил, рвал тельняшку. И опять находил тельник, опять ходил в тельнике. Осенью 1982-го Юрию Ваксману пришла повестка в армию. Я полгода был в доме офицеров, полгода на точке. И самые такие на точке, я уезжал туда и на пару месяцев, допустим, зимой, и большинство уезжало на лето. Пятый дивизион, так называемый, Никола Кармасель. Деревня, я думаю, секретов я никаких не выдаю. 75-й комплекс. И у меня военная специальность радиоролейный механик. Я попал между концертами и между службами на точку, попал на точку. Ну, где-то разница, там, 4-5 дней. И дежурный по бане. Баня-то сами топили там. 30 градусов мороза. Тогда были такие постоянные зимы. А воду наливать надо ведрами. И для меня, для мальчика, такого, знаете, семьи достаточно. Такой, меня везде любили, меня везде охраняли. Я только не с тяжелой судьбой, как говорится. Как сейчас, помню, в 30 градусов мороза я не успевал донести эту воду. И был весь, я как лед был. Я был как статуэтка. Достаточно человек мирный. Но здесь как-то закомфертовал с начальником отделения, с командиром отделения. И меня сам поставили на тумбочку. А так как дивизион небольшой, а мне там влепили что-то вне очереди нарядов, там, что-то не здесь и сразу. И я сам себе передавал, это было очень смешно, был концерт. Рядовой Ваксман сдал, рядовой Ваксман принял. Часть была возле кинотеатра «Мир», там, прямо там училище. Только перед училищем была наша часть. И Антабель жил в Ленинской комнате, у нас был казан. И когда вечер, мы не доходили до части и разъезжались по домам, особенно Рославская. Я уже был женат, и я к жене. И зная, зная сто процентов, что никто нас ничего не заденет, я уже все, уже спать ложусь. Такой довольный всем звонок. Быстрее! А время тогда такси не вызвать, ничего же, это же 83-й год, понимаете, что было. Я успел одеться, а это пока старший прапорщик у нас был, такой, Алексеев шел на проверку, я успел одеться. И со Суздалки до училища заехал, поймал какую-то машину. Человек просто тоже бывший служивый, он понял, в чем дело. И он меня довез в течение, там, не знаю, ну, 5 минут, наверное, Суздалки. Я так быстро никогда в жизни не ездил, и так быстро не бегал. Никогда уж после этого и до этого. И я успел вскочить, раздеть шинелеты, и быть только в форме. И когда прапорщик старший зашел, во время-то было уже 12-й час, отбойся. Я когда зашел, я говорю, а ты чего там? Я говорю, что ты прихватил я в туалет. А усынялись, пришлось перед в туалет. Был у нас генерал Мирук, генерал-майор. Потом он стал генерал-покорником, он возглавлял Московский округ ПВО. Такой был дядька классный. А в то время, ему было 40 с чем-то всего лишь лет. Молодой генерал, один из немногих. И он устроил прием, вот всей нашей партийной верхушке. И нас отправили. И я обалдел, речка. За ночь навели мостики, туалеты. Поваров человек 10, прямо на кострах, уха, шашлыки. Приехал у Щенков, все встретились, попили. Вышли, значит, крички. Стали крички отдохнуть, и нам машут. Давайте. И вдруг на них, военной в форме Великой Отечественной войны, с автоматами, выходят три бойца. Берег левый, берег правый, переправый, переправый. Они как стояли сначала, у Щенкова, что-то сейчас помню. Потом поняли, в чем дело. Там звучала музыка военных лет, из говорителей огромных в то время. Ну, как на парады приезжали. И, конечно, была потрясающая встреча, нас здорово. Нас заставили выпить, на что генерал жестко махнул. Мы смотрим на него. Для Игоря Сидоренко служба в армии началась летом 84-го. Вот наш огромный самолет, он вылетел из Москвы, приземлился в Хабаровске. И мы побывали в Хабаровске, мы побывали во Владивостоке. И никуда нас не хотели брать. Появился один офицер, который начал предлагать ребятам поехать в город Белогорск. Мне очень понравилось название. Я говорю, а горы белые? Он говорит, очень. Я говорю, хорошо. И вот идем мы по воинской части. А воинская часть у нас, надо сказать, огромная была. Там два полка стояли. И смотрю, я и вижу, стоит красивое здание клуба. Но у него нет одной стены. Просто кукольный домик Барби. Был такой дембельский аккорд. Дембелизованные солдаты должны были быстро и хорошо сделать этот клуб. Они построили так, как они хотели, как могли, как умели. И побыстрее отправились домой. А стена потом отвалилась. И когда я пришел вместе со своими будущими однополчанами, а тут однокурсниками, в штаб полка на распределение, когда нас разбирали по разным ротам, батальонам, я сказал, подождите, подождите, мы же артисты, мы же в клубе должны служить. Какой-то веселый майор, который пробегал мимо, сказал, ну что же, все артисты идут в танкисты. И таким образом я попал в танковые войска, где и служил полтора года. О том, что я художник, прослышали не только хлеборезы, которые меня привлекли к великой ниве изготовления дембельских альбомов, но также прослышали и офицеры, и самое главное, об этом узнал командир полка, который был невероятно романтически настроен. И он был такой охотник, рыболов, и он сказал, ты знаешь, у меня в столовой есть вот кабинет, я хочу, чтобы ты украсил его картиной. Я говорю, да, какой? Ну, понимаешь, чтобы это был лес, чтобы там были грибы, чтобы какие-нибудь зверушки ходили. Я говорю, хорошо. А размер? Он говорит, да вот стена. Ужас был невероятный. Стена была размером, значит, картина должна была быть размером 2 метра на 5 метров. И командир заходил каждое утро и говорил, ты знаешь, что, все классно. Лося не хватает. Я бежал, значит, к нашим почтальонам и говорил, ребята, быстро ищем конверт, где есть лось. Это сейчас можно по интернету найти, кого хочешь, в каком хочешь ракурсе, любая фотография. А тогда мне ребята, значит, искали быстро конверты, где были изображены. Беловежская пуща лоси. Я, значит, быстро, значит, перерисовывал этих лосей. После чего он говорил, ты знаешь, что, птичек не хватает, глухарей каких-нибудь. Я, значит, бежал опять к нашим почтовикам и говорил, ребята, ищем глухарей на таку, там что-нибудь еще. Ребята искали эти конверты, мне, значит, приносили, прибегали. Я перерисовывал этих глухарей, грибочки там какие-то. Когда эта картина была почти готова, приходит из дома письмо. Ну, а к тому моменту я все-таки был выпускником театрального института. Я уже женился. И приходит сообщение, что у меня родился сын. Мой старший, Павел. И я прибегаю к своему начальнику, к начальнику штаба и говорю, вот так и так родился, значит, у меня сын. А что у тебя там с картиной? Я говорю, там чуть-чуть осталось. Он говорит, быстро доделай. И бегом дуй в строевую, чтобы тебе выдавали документы. И ты, значит, мотал к своему сыну Павлу. Я, значит, побежал. Я доделал эту картину. Мы ее с ребятами, нашими, значит, писарями, поволокли в эту комнату приема пищи для нашего командира. Прибегаем. О-о-о. Ужас. До сих пор у меня перехватывает. Голос, когда я вспоминал. Она не влезает в эту стену. И кто-то из наших ребят говорит, секунду, спокойно. Сейчас сделаем. Берет топорик, пилу, значит, что-то подрубает, что-то подделает. Раз. И картина встает, точно как пазл, прямо в свою вот ячеечку. Все сложилось. И я, значит, там звоню по внутренней линии командиру, говорю, товарищ командир, разрешите доложить. Значит, все, картина на месте. Т-т-т-т. Он говорит, сейчас приду посмотреть. Он пришел, говорит, ну, хлопец, ну, молодец. Ну, ты, Седоренко, молодец. Ну, давай на другую стену такую же. Я был писарем начальника штаба полка. Это тот человек, у которого все увольнительные. У которого все печати. И мне приходилось по долгу службы, в том числе, их мыть, заполнять увольнительные. И когда я несколько раз попросил у него увольнительную в поселок, он сказал, Игорь, ты у меня кто? Я говорю, я ваш писарь. Ну, так доколе я буду ставить подписи? Научись сделать мою подпись. И уж на увольнительных-то будь любезен, как бы, делать это качественно и так, чтобы к тебе никто не придирался. И вот однажды я был в такой вот увольнительной, с его разрешения, за своей подписью. Я отправился, значит, в этот поселок. И, к сожалению, я не очень рассчитал время. Мы занимались как раз агитбригадами. И возвращался я поздновато. И как в одной песне поется, вдруг патруль облава. И я попадаю как раз на патруль, на, значит, дежурство. Это были ребята не из нашей части. Конечно же, все это мне грозило гоптвахтой. Меня посадили, значит, в машину, забравши, как и полагалось, пилотку, военный билет и ремень. Вдруг машина останавливается, молоденький лейтенант выпрыгивает из нее и говорит, Слушай, у тебя в военном билете написано, что ты артист? Я говорю, да, артист. Подожди, ты что, в театре играл? Я говорю, да, играл. А в кино ты снимался? Я говорю, снимался. А в каком? Только-только надо сказать, что вышел фильм «Мой избранник», который когда-то снимался здесь, в Ярославле. И так получилось, что мы уже к тому моменту старшекурсники, четвертый курс был. Нам разрешали иногда сниматься в массовых сценах. И вот я там вместе со своей супругой, значит, принял участие в съемках в массовке. И как-то там, на заднем плане, нас можно было увидеть. Я говорю, так вот фильм, который идет в кино, вот он. Мой избранник. Ты там снимал? Да ты артист! Знаете, так произвело такое впечатление, что этот патруль довез меня до моей части. Меня передали и сказали, не смейте этого хлопца ругать. Это артист. У Дмитрия Бакунина не осталось армейских фото. Служба пришлась на сложный 1994-й. Отправили его в славную Кантемировскую дивизию. Но в своей актерской карьере он не раз примерял армейскую форму, которая, кстати, ему очень идет. Первая половина службы заключалась в хождении в караулы, наряды и все такое. То есть постреляли только как у многих. Я думаю, тогда, ну, сейчас не знаю, а тогда оружие видели в основном только на присяге. То есть стрельнули три раза и забыли, как оно выглядело. И давали только в караул. А когда началась вот эта вот компания чеченская, там все, конечно, закрутилось. С одной стороны, повезло, что нас отправили на подготовку, но не отправили на войну. Целыми днями, ночами. Ты там не выпускаешь из рук оружие. Стреляешь изо всех видов. Вот как раз вот что тебе не дадут. Там пистолет, гранатомет, там снайперскую винтовку. Обычный РПГ дадут гранатомет. Вот все, что хочешь, тебе дали. Плюс из боевой машины пехоты. Все мои косяки, как бы, да, армейские, были связаны с ночным временем. То есть ночью я вообще, как бы, вот теряюсь абсолютно. Для меня ночью, вот кто-то может ночью работать, да? А у меня все, я буду сидеть такой куматозный, ничего не соображать. Машка пустая совершенно. И тут я жил под утро уже. Был светло достаточно. Я был разводящим, возвращаю караул. Оружие надо же разрядить, чтобы в караунное помещение зайти. Ну, я, соответственно, по запарочке в магазине отстегнул. Чичик. Ты-ды-ды-ды-ды, как дал очередь. Ну, благо, это все в пуле в ловитель ушло. Страшного ничего не произошло. Но это было часа четыре утра. И слышимость-то была дикая. Тем более, что вот эта вот дивизия, она сделана из таких больших домов и казарм, да? И эх, это там такое прилично. И там уже со штаба звонят. Там, что у вас, ребята, случилось? Я дежурный. И прилег поспать. Спать же нельзя. Какое там? А ночью, я говорю, не могу. Ну, и дневальному, говорю, разбуди. Десять минут, говорю, дневальному, разбуди. Слышу, будет. Но не дневально, а этот командир батальона. Такое лицо. Ну, Гунин, ты что, спишь, что ли? А на следующие сутки я пошел опять дежурным. Но уже со мной посадили офицера, который за мной так вот сидел, смотрел на него. И я все равно на столе так, эээ, меня начинают куматозить. Один раз в табуретке упал. Ярослав Овчаров смог совместить и службу, и учебу, поскольку после школы решил стать профессиональным военным и поступил в Санкт-Петербургский военно-инженерный технический университет. Все пять лет я ходил в военно-морской форме одежде. На самом деле, очень удобно было, особенно, когда ходили в увольнительную. Очень часто брали с собой просто кожаную куртку в связи с тем, что штаны черные, туфли черные. Достаточно было фуражку убрать в пакет и одеть черную куртку, и ты уже, можно так сказать, гражданский, и не бояться военного патруля. У нас школа изначально была с военным уклоном, и мы уже в школе проходили именно то. И наши преподаватели по физической культуре в школе, они также были выходцами раньше, как выяснилось, из военных университетов. И они нам давали, в принципе, те упражнения, особенно по гимнастике, например. Прыжок через коня, на брусьях, перевороты. И когда в университете, да, действительно был хороший случай, преподаватель на первом уроке, на первом занятии показывает программу, что мы должны сделать к концу первого курса. Я говорю, а можете показать программу с пятого курса тогда сразу? Мы ездили в колхозы, собирали морковку. Ну, мы же предприниматели, скажем так, жилка у нас это тоже как-то сразу почему-то появилась. Тем более нам разрешили взять с собой по 2-3-4 килограмма моркови с поля. Ну, соответственно, взяли, конечно, побольше. А нас собирали и привозили постоянно именно руководители колхоза. Там рынок такой был, станция метро «Звездная». И мы продавали эту морковку на рынке. И, конечно, чтобы продать ее побыстрее, демпинг цен, мы, соответственно, цену подешевле. И они вот к нам подошли, такие, говорят, ребята, они-то думали, что нас там мало, а нас там человек 150, наверное, было. Ну, как-то конфликт, он не дошел до драки, все мирным путем произошло. То есть они нам дали возможность все-таки реализовать наш товар, и мы уже вечером довольны, действительно гуляли в городе, сходили в кафе, поели мороженого. Каждый год летом были выезды на летний полигон, где мы проходили все тактические занятия, огневая подготовка, подрывное дело, кафедра радиохимической и биологической защиты. То есть у нас это полностью было все. То есть даже напалмом нас поджигали, на самом деле это все мы проходили на практике. Когда одеваешь химзащиту, уплачь рукава, тебя сзади преподаватель нажимает, обмазывает напалмом, поджигает, и команда горишь, ты должен сам себя затушить. Был у нас такой тариф интересный, по-моему, он назывался он нулевой, что ли, или вот как-то так, вот даже не помню, 5 секунд бесплатно было. И соответственно набираешь номер телефона родителей, без разницы, в любую точку страны 5 секунд бесплатно. И за 2 секунды успеваешь говорить, мам, привет. Раз положил трубу, посмотришь, о, 3 секунды успел, то есть оплаты никакой нету. Ну и так за час-полтора можно, в принципе, хорошо пообщаться с родственниками. Службу Валерия Кирилла вспоминают с нескрываемым удовольствием. Для него тогда открылся новый мир, наполненный дружбой, взаимовыручкой и творчеством. На дворе был 1984 год. Место службы сначала учебная часть, это город Бердичев, который на Украине есть, а потом поселок Емильчино, с засекреченной ракетной частью, тяжелой артиллерии. Это тоже Украина, Житомирская область. Я старший тупогеодезист. Это очень серьезная армейская профессия. Это в мою задачу входило определение всех азимутов, точки наводки для артиллерии. Когда ранним-ранним утром наш ГАЗ-66 вез нас на караул, вот эти замечательные тетушки украинские, вот эти замечательные бабушки выходили в августе с ведрами, огромными ведрами наливных яблок. Говорили, сыночки, сыночки, ну вы ж там поишите, вот этих яблочек же у нас во какие. И прямо машина притормаживала там на несколько секунд, и они нам прямо вот через борт наваливали этих яблок. В каждом дивизионе есть такие немножко туповатые люди. Но вот они есть. И у нас был такой, значит, сержант Вахула, ныне популярный танковый биатлон. Вот у нас проходили примерно те же самые соревнования, вот на таких бронированных машинах. И надо было проходить и рвы, и колейные мосты, и всевозможные препятствия, слаломы. То есть это прям серьезно, интересно и очень азартно, самое главное. И когда ты сидишь на люке, вот, а туда отдаешь приказы, вот у тебя единственным газом, педалью газа является плечо твоего водителя. И ты ему по плечу, когда ты вот по правому плечу, ты ему, значит, вот сапогом врезаешь, значит, давай быстрее, давай быстрее. А Вахула была левша. И уже нас обогнали уже на два круга, все, все экипажи нас обошли. Когда Вахула вылез, говорит, сержант, а шо ты мне все на тормоз-то, на тормоз? Ну, вы говорите, главное, шо, гусянка не слетела, мы с мостами упали, поэтому мы ж победили с тобой. Потрясающие были выезды на зимние учения. В том, что главная задача согреться, потому что на Житомирском учебном полигоне ветра свищут, морозы, ну, вот они страшные, они просто страшные. И когда мы с замечательным представителем Азербайджана, теплый человек, маленький Мамедов, Мамедов, Гасан Мамедов, и мы с ним идем, я помощник начальника караула, я веду его на пост, где он будет стоять. И вот идет этот маленький Мамедов, а в карауле тулупы, тулупы в пол. А у него вообще, он как снежная королева идет, у него этот тулуп, он тащится за ним. И он говорит, эй, старшина, как можно в таких условиях вообще женщин любить? Как можно размножаться? Я не просто замерз. Я не знаю, как в туалет ходить на такой природе. Длинный-длинный стол, и пока вот там тебе каша положена в чашку металлическую, пока она до тебя доходит, она покрывается таким маленьким слоем иния. И уже корочку-корочку быстренько-быстренько разбиваешь, и вот тогда хоть какая-то там более-менее-еле-еле теплая каша. 1984 год, до эры, туалетные бумаги. Газета. Дежурный по дивизиону, по батарее, должен принять у того, кто сдает ему, то есть все ли сделано. У Вахулы принимаю наряд. И решил подтрунить. Я говорю, все, Вахула, не принимаю я у тебя наряд. Шо такое? А шо це таке? Спрашивают меня Вахулы. Я говорю, газеты в туалете не свежие. Он говорит, как? Мы ж нарвали. Я говорю, вы нарвали из старых газет. А солдат, он же что? Он же должен просвещаться, когда идет туда. Газеты должны быть свежие. Что вы думаете? Вахула пошел в ленинскую комнату. Из свежих газет, которые только замполит вот так в подшипку, чтобы солдаты приходили, красную звезду читали, газеты «Правда и известия», он прямо на глазах у замполита. Стал вырывать свежие газеты. Тут глазами своими. Че, Вахулы, а че ты делаешь? Он говорит, да мне сказали, что солдат должен образовываться даже в туалете. Поэтому свежие газеты сейчас. Перебирая старые, пожелтевшие от времени фотографии, вспоминаются яркие и волнительные армейские годы. И так будет всегда. Редактор субтитров А.Семкин